Сахар белый яд. Это фактически аксиома в наши дни. В кристаллическом виде он появился в конце 16 века в Европе и вплоть до конца 19 века продавался в аптеках как лекарственное средство. ВОЗ и сегодня рекомендует употреблять этот продукт в граммах. В какое-то время, в принципе, потребление сахара считалось уделом очень богатых людей и было популярно носить зубы с кариесом. Это в Европе. Сейчас даже есть, получается, такие экспонаты, зубы вот этих вот людей полностью все кариозные, каричневые. За какие-то 100 лет из дорогого деликатеса сахар превратился в стратегический продукт питания массового потребления. Сейчас уже, получается, из-за того, что и уровень жизни вырос, и экономика выросла, и сахар производится в таких масштабах огромных, он, получается, есть у всех. У всех и повсюду. И, к сожалению, с подделкой или товаром, испорченным из-за неправильного хранения, столкнуться может каждый. Вред здоровью такой сахар может нанести даже в небольшом количестве. Абсолютно весь сахар, который производится на территории евразийского пространства, он производится по одним стандартам. Стандарт 2017 года. И, собственно, качество не отличается. Однако, еще каких-то 10 лет назад объемы поставок низкосортного сахара или откровенных подделок из дальнего зарубежья в страны тогда еще таможенного союза исчислялся сотнями тысяч тонн. Как сегодня обстоит дело с качественным сахаром? И какие способы подделок можно еще встретить? О вреде чрезмерного употребления сахара знают все. С другой стороны, его используют как в медицине, так и в пищевой промышленности. Так кто же он для нас? Враг или друг? Здравствуйте! В эфире программа «Пища для размышления». Меня зовут Евгений Переверзов. И сегодня мы расскажем, какого качества сахар нам пытаются продать, сколько мы за него платим и сколько переплачиваем. А также, как республика намерена избавиться от импортозависимости и когда это произойдет. Оставайтесь с нами, и вы узнаете не только это. Надо признать, что сладостями наш регион не был обделен никогда. Но в чистом виде сахарные кристаллы восточные люди попробовали раньше европейских жителей. В Персии уже в 11-12 веках научились изготавливать белый сахар. И учитывая, что по территории Казахстана пролегала основная трасса Великого Шелкового Пути, вероятно, тогда же и степные народы распробовали деликатес. Правда, только богатые. А сегодня сладости жизни повсюду. Вкусные напитки, клубника со сливками, десерты. Не жизнь, а малина. Не надо быть врачом, чтобы понять, сладкая жизнь убивает наш организм. Но также любой врач скажет, что совсем отказываться от сахара нельзя. Сахар является основным питательным веществом для мозга. Если мозг не будет потреблять достаточное количество сахара в виде сахара, то он начнет есть организм. У человека может проявляться головная боль, головокружение, падение давления. Сколько же можно съедать сахара, чтобы по-прежнему считать его полезным продуктом? Всемирная организация здравоохранения рекомендует составлять рацион таким образом, чтобы потребление сахара не превышало 10% от общей калорийности. То есть, если для взрослого мужчины суточная норма калорий составляет порядка 3000, то на сахар должно приходиться не более 300 калорий или приблизительно 10 чайных ложек или 50 граммов в день. Именно при потреблении такого количества человеку не грозит ожирение или кариес, подсчитали в организации. Но большинство продуктов, которые особенно были приготовлены до того, как вы их потребляете, они уже содержат в себе сахар в том или ином количестве. Например, обычный кетчуп, столовая ложка кетчупа содержит приблизительно чайную ложку сахара. Скажем, баночка вашей любимой газировки, она содержит, может быть, 10 чайных ложек. Казахстанцы с каждым годом все больше потребляют сахаров. И сегодня этот уровень находится на историческом максимуме. То есть, никогда ранее мы столько сладкого не ели. По данным за 2018 год, в среднем каждый казахстанец съел 2 килограмма 100 граммов сахаров в месяц. Или 25 килограммов 200 грамм за год. Не сложно подсчитать, что казахстанцы, включая детей, ежедневно вместо рекомендованных 10 чайных ложек съедали 14. Выходит, мы все страдаем зависимостью от сладкого. Но помимо улучшения настроения и подобных психологических ловушек, сахар мы любим прежде всего за быструю энергию. Например, испанские нейропсихологи считают, что кофе без сахара бесполезен, поскольку только сочетание кофеина и глюкозы является идеальным питательным коктейлем для нашего мозга. Вот только качество сахара должно быть отличным, а для этого порой нужно иметь меткий глаз. Вот, например, самарские девушки гадают на чайной гуще. Почему этот кубик рафинада не хочет таять? Да, он не тает. А потом такими дырками. И вот нормальный сахар. В 2004 году российские таможенные службы выявили у себя рекордное количество поддельного сахара, который нелегально поставлялся из восточно-азиатских, североафриканских стран и восточного Средиземноморья. Главным сырьем для такого сахара служили отходы химической, целлюлозной промышленности и синтетические заменители. До 80% такого товара продавалось на прилавках под российскими марками. Как же с импортом обстоят дела у нас и партнеров по ЕАЭС сегодня? По данным Комитета госдоходов Министерства финансов Республики Казахстан, объем импорта сахара в 2019 году составил 250 тысяч тонн на сумму 112 миллионов долларов. Собственно, аналогичная картина наблюдалась и годом ранее. Основной объем импорта приходится на страны-партнеры по ЕАЭС, Россию и Беларусь. Сами же мы в прошлом году произвели 211 тысяч тонн сахара. При этом общий объем потребления в республике составил 500 тысяч тонн в год. Выходит, что больше половины стратегически важного продукта мы завезли из-за границы. Одна из главных причин недостаточного собственного производства – в нехватке местного сырья. В годы кризиса свекловодство и сахарная промышленность сильно пострадали. Распались крупные сельхозформирования, что привело к сокращению площадей посевов сахарной свеклы. С 20 тысяч гектаров в 2001 году до 1200 гектаров в 2014 году. Начиная с 2015 года, благодаря мерам государственной поддержки и сахарной отрасли, отмечено расширение посевной площади сахарной свеклы в 15 раз. С 1200 гектаров в 2014 году до 19,5 тысяч гектаров в 2019 году. В 2019 году, по данным Комитета статистики Казахстана, сахарной свеклой засеивалось 19,5 тысяч гектаров в двух областях Алма-Атинской и Жамбылской. Но даже с учетом ежегодного роста средней урожайности свеклы до 324 центнеров с гектара, сегодня собственной сахарной свеклы недостаточно для полного обеспечения себя сахаром. Ежегодно наблюдается увеличение свекловичного сахара. И если, допустим, мы возьмем 2015 год, то в 2015 году было произведено всего 6% сахара из свеклы. В 2019 году уже цифра значительная, 30% мы произвели, вот из этих 211 тысяч тонн, получается 30% это свекловичный сахар. Остальные 70% казахстанского сахара производилось из импортного тростникового сахара-сырца или полуфабриката. Основные поставщики – Бразилия и Аргентина. Чтобы увеличить собственный сахар, необходимо увеличение пассивных площадей, что связано с выделением земель для сахарных заводов. То, что сейчас предлагают местные исполнительные органы, к сожалению, не решает эту проблему. Почему? Потому что, скажем, если, допустим, условно говоря, выделили 200 гектар земли, то получается там не 200 гектар в каком-то одном месте, да, а как-то вот, скажем, там кусок отрезали, тут кусок и так далее. То есть получается для сахарного завода не совсем удобно. Непростую ситуацию с производством сахара Министерство сельского хозяйства пытается разрешить всеми возможными способами. В первую очередь за счет увеличения собственной сырьевой базы. С учетом имеющихся планов и по реконструкции и модернизации сахарных заводов и в рамках диверсификации структуры пассивных площадей в 2021 году, планируется расширить пассивные площади под сахарную суху до 32 тысяч гектар, включая северные регионы республики, что позволит повысить долю отечественного производства сикловичного сахара во внутреннем потреблении до 30%. Сахаропроизводители ожидают, что вопросы начнут решаться эффективнее после одобрения концепции развития отрасли, где прописаны механизмы поддержки и планы по сбору сахарной свеклы на 8 лет вперед. Если планы реализуются, то Казахстан сможет полностью себя обеспечивать жизненно важным продуктом. Данные меры необходимы и еще по одной веской причине, а именно не зависеть от перепадов цен. На 10 июня 2020 года стоимость одного килограмма сахара в торговых сетях республики колебалась в пределах от 188 тенге до 220 тенге. Минимальная цена отмечалась в октябре, максимальная в Туркестане – 220 тенге. В столице цена сахара составляла 215 тенге за килограмм, а в Алматы – 219. В летний сезон 2019 года цены на сахар были на уровне 160 тенге за килограмм, тогда как себестоимость производства сахара из сахарной свеклы в Казахстане составляет в среднем 170 тенге за килограмм. Демпинг исходил от российских сахаропроизводителей, которые, по мнению участников рынка, продавали свою продукцию также ниже себестоимости из-за кризиса перепроизводства. В прошлом году, например, они произвели 7,7 миллионов тонн сахара. Понятно. И для внутреннего потребления им необходимо 6 миллионов тонн. То есть 1,7 миллиона тонн. У них отмечался профицит. То есть там большие объемы были, которые необходимо было куда-то реализовывать. Самый ближайший сосед – это Казахстан. В этом году ситуация может сложиться не столь благоприятно для кошелька потребителя. В прошлом году наши заводы столкнулись с такой проблемой, что в период именно производства сахара на рынок хлынул российский сахар по минимальной цене. Какая ситуация в этом году, будет сложно сказать, потому что в России тоже были некоторые трудности с пассивными. В некоторых регионах они производили пересев сахарные свеклы. А еще есть глобальный рынок сахаросырца, на котором цены демонстрируют рост с начала 2020 года на 18%. До 15 центов за фунт, что в пересчете на тенге и килограммы составляет 120 тенге. 120 тенге за килограмм полуфабриката, из которого еще предстоит изготовить сахар. И здесь крайне необходимы меры поддержки отрасли. Для развития сахарной отрасли сельхозпроизводителям предусмотрено возмещение затрат на приобретение семян, удаврение гербицидов сельскохозяйственной техники. Кроме того, стимулирование субъектов АПК к увеличению объема производства сахарной свеклы и повышению уровня загрузки сахарных заводов предусматривается за счет субсидирования сельхозтоваропроизводителей за тонус данный на переработку сахарной свеклы. Прогнозы – дело неблагодарное. Предыдущие пять лет в мире наблюдалось перепроизводство сахара. Теперь ожидается дефицит. И кто знает, не возникает ли желания у отдельных игроков поиграть на качестве. Очевидно, что сахар – продукт, без которого не обойтись. А с учетом того, что применяется он и в пищевой промышленности, и в медицине, и в фармацевтике, то его качество становится архиважным делом. Но что значит «качественный сахар» и как его выбрать? Сахар – это обычное название, а вообще это сахароза. Это молекулы сахарозы, которые содержатся в самом сахаре. Сахар проходит стадию, получается, рафинирования, и получают у нас рафинированный сахар. Рафинированный сахар содержит фактически 99,9% сахарозы. В основном все сахара после рафинации, они все соответствуют требованиям ГОСТ. Рафинация – достаточно емкое понятие и включает длинную технологическую цепочку производства. Сначала свекла моется, затем режется на стружку и заливается водой для формирования сока. Сок белой свеклы и есть полуфабрикат, из которого делается сахар. Но сначала его отбеливают и удаляют примеси с помощью обычной извести и углекислого газа. После очищенный сок идет на выпаривание и сушку, в ходе которой и образуются кристаллы сахара. Извести на этапе производства бояться не стоит, поскольку вся она выпадает в осадок. И чем белее сахар, тем он лучше очищен, а значит качественнее. Собственно, о качестве гласит ГОСТ, который определяет сахар экстра-класса. Товарные сорта первый и второй, а также третий сорт, в котором допустим желтоватый оттенок продукта. Но на самом деле разница между ними для обывателя незначительная и фактически неразличимая. Размер кристаллов в некоторых случаях необходим, допустим, если это производители напитков или, допустим, производители кондитерских изделий. Для них критично, чтобы это был определенный размер кристаллов. В случае с кондитерами это мелкокристаллический сахар им необходим. А в случае напиточников им необходим белый сахар, чтобы при производстве напитков не выпадал осадок, который бывает в случае, если сахар до конца не отбеливается. А он такой вот, как мы покупаем, он бывает такой желтоватый слегка. Для крупнокристаллического размер кристаллов допустим не менее 2 мм. Размер мелких кристаллов не превышает полумиллиметра. Такой сахар должен обладать однородной сыпучей консистенцией. Для продукта второй и третьей категории допускаются небольшие комки, которые разваливаются при нажатии. По ГОСТу у всех категорий сахара сладкий запах и вкус, в том числе в водном растворе. Для продукта третьей категории ТС-3 допустим слабый запах мелассы. В растворе качественного продукта, который должен быть прозрачным, не должно быть осадка и механических примесей. В производстве выдерживаются все стандарты качества, то после сахар начинает проделывать долгий путь до полок магазинов, в процессе которого случается всякое. Сахар – это гигроскопичный продукт, он быстро впитывает влагу. Когда влага впиталась, то сахар имеет больший вес, и поэтому продавцы балуются этим. Когда больше вес, естественно, 20 кг мешок весом он может стать больше. Поэтому, конечно, именно выигрывает продавец. На вес работают и примеси. Одна из самых незаметных для глаз – всё та же известь. Её добавляют в белые сорта. Желтоватый сахар вполне можно разбавить манкой и даже солью. Спектр добавок довольно широк. Например, украинские проверяющие находили в сахаре муку, соду и даже песок. Но как понять, какой сахар перед тобой, если на глаз не определить? На помощь приходят народные методы. Самый простой способ проверки сахара – растворить его в воде. Качественный продукт должен раствориться без остатка, о чём и говорит ГОСТ. Если вдруг на поверхности вашего чая появилась плотная пена, тоже повод задуматься. Если вдруг сахар действительно с известью, то, как любая щелочь, она должна вызвать потемнение. Но если раньше мы имели дело только с сахаром, песком и рафинадом, то сегодня на полках магазинов сортов и упаковок сахара как видов шоколада. Тёмный тростниковый, оригинальный кокосовый или пальмовый, кленовый, виноградный. Им приписывают наличие витаминов и минералов. Но все свойства тщательно скрыты за упаковкой. А цены начинаются от тысячи тенге за 100 граммов. Если мы сравниваем тростниковый или свекловичный, после рафинации определить, какого он производства, даже в лаборатории фактически невозможно. Потому что молекулярная структура у них идентична. 99,9% сахарозы. В том и в том. Но разница в том, что тростниковый сахар можно употреблять без рафинации. Полезным тростниковый сахар считается в случае, если он не подвергся технологической обработке. То есть, если с сахарозой в продукте остаётся миласа, в которой содержатся полезные микроэлементы. Правда, по словам экспертов, в ней также есть и вредные тяжёлые металлы и гербициды, что низводит пользу на нет. Миласа, получается, эта патока, она обволакивает кристаллы сахарозы, получается. И вот она в своём этом содержит, получается, полезные минералы и витамины. И, соответственно, даёт привкус. Но это до рафинации. А уже после рафинации он в своём составе ничего не имеет, кроме сахарозы. Но, например, если мы будем брать как по калорийности, то тростниковый сахар до рафинации, получается, если он с миласой коричневого цвета, то получается у неё калорий даже больше. Так обоснована ли мода на оригинальный сахар? И чем заменяют сахар повара молекулярной кухни? Узнаем прямо сейчас. Друзья мои, сегодня мы в гостях у индивы Алихана. Это шеф-повар, повар молекулярной кухни. Сегодня мы говорим о сахаре. Мы говорим о той пище, о тех блюдах, которые мы можем употреблять ежедневно, не используя сахар. Ну, сегодня мы приготовим органический смузи. Я так называю. Это груша у нас, которая является самым большим заменителем сахара. Также яблоко, которое подсластит. И базилик это придаст пикантности этому смузи. В процессе готовки, когда мы приготовим, мы попробуем на вкус. Если вам будет недостаточное сахар, мы заменим и либо чуть-чуть добавим фруктозу. Скажите, как часто и как легко вообще в блюдах заменить сахар чем-либо? Очень просто. Самое главное знать процессы приготовления, особенно термической обработки. Тут ещё важно понимать, что в каждом продукте присутствует сахар. Вы съели тот же помидор. В Европе он является фруктом. Съели банан, есть сахар, виноград, яблоко, круша. Организм, который нужен, это глюкоза, она поступает в кровь в любом случае. Даже в мясе она есть. Для самих поваров удобнее работать с каким сахаром? От тростникового. Почему? Допустим, даже когда мы карамелизуем какие-нибудь соуса, он менее подгорает и не даёт горчину. Он хорошо принимает карамель. Я где-то читал, что на самом деле, когда мы приходим в любую кофейню и нам предлагают белый сахар, тростниковый сахар, очень часто, что тростниковый сахар – это не тростниковый. Да, но говорят, что подкрашивают. Да. То есть вы определяете это на кухне, как это карамелизуется, да? Да, конечно. То есть получается, вот этот вот крашеный определить очень легко. Он быстро начинает подгорать, и сразу идёт от него, допустим, запах горечи. Настоящий тростниковый сахар должен выдавать цвет. Чем темнее, тем больше в нём патоки. И запах. Чем ярче аромат, тем больше шансов, что это натуральный продукт. Производят такой сахар в страны, где выращивается сахарный тростник. Однако соблазн подделать дорогой продукт велик, поскольку его цена на рынке в 7 раз и более дороже обычного сахара из свёклы. Можете увидеть собственными глазами, что помимо окрашивания воды, весь белый сахар останется у вас в стакане. Но если сахар настоящий, должен при добавлении капель йода посинеть. Ведь в необработанном соке тростника сохраняется много крахмала. Что-то наш тростниковый сахар не приобретает синий оттенок. И это явление частое. Выборочный анализ тростникового сахара в российских магазинах, проведённый Обществом защиты прав потребителей и общественный контроль, показал, что во всех пяти отобранных экземплярах был обычный сахар слегка подкрашенный тростниковой патокой. Гурманы отличают различия во вкусе, однако фактическая польза даже настоящего коричневого сахара невелика. В нём действительно содержится сок тростника, что говорит и о присутствии витаминов, но на деле их концентрация ничтожна. Так стоит ли переплачивать, если и то, и другое всё та же сахароза? При превышении нормы эффект один. Сахар, как и, в принципе, никотин, который содержится в сигаретном дыме, он разносится с крови и встраивается во все места, во все органы. Он встраивается в сосуды, он встраивается во внутренние органы, потому что он, в принципе, разносится везде и может везде как бы проявиться. Полностью отказаться от сахара и перейти на его натуральные заменители непросто. Начался сезон заготовки варенья. Поэтому сейчас сахар один из самых востребованных продуктов. Для покупателя в магазине вопрос, как правильно выбирать товар, имеет простой ответ. Приобретать следует продукт, произведённый в соответствии с национальными стандартами республики, информация, о чём указана на упаковке. Там же должны содержаться данные об используемом сырье и категории сахара, а также вес, процент сахарозы, дата выпуска и сроки хранения. И повертите пакет в руках. Если песчинки не липнут друг к другу, значит, не переплатите за лишний вес. Учёные говорят, что неправильно делить продукты на полезные и вредные, поскольку каждый нужен нашему организму, но в умеренных количествах и хорошего качества. А вот чтобы выбирать продукты отличного качества, внимательно изучайте их свойства вместе с нами. Это была программа «Пища для размышления». Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok